Их работа – помогать. Сегодня во всем мире празднуют День волонтера. В Беларуси неравнодушных ребят, которые в любой момент готовы прийти на помощь, вот уже 8 лет объединяет Республиканский союз молодежи. И сегодня в Минске выбирали лучшего представителя волонтерского движения. Репортаж Алена Сыровой. Одной из сотни добрых сердец, прибывших сегодня в Минск, уж точно бьется взволнование других. Одиннадцатиклассник Роман Новиков стал волонтером года. Года – малая родина, что символично. Вместе со своими коллегами на протяжении 12 прошлых месяцев юноша благоустраивал родные колодищи. Акция далеко не одноразовая. Ребята наметили фронт работ и на будущий год. Конечно же, не все поддерживают наше движение, не все могут согласиться участвовать, но большинство и все остаются с положительными эмоциями от проделанной работы. Сегодня волонтерское движение БРСМ «Доброе сердце» объединяет более 37 тысяч неравнодушных молодых белорусов. Вот уже 9 лет с добрым сердцем восстанавливают святыни, поддерживают пожилых людей, дарят чудеса на Рождество. И, конечно, открывают нашу страну для гостей самых разных национальностей и статусов. Волонтер – это тот человек, который помогает от чистого и доброго сердца. Поэтому сейчас у нас активно идет регистрация на сайте вторых европейских игр, где есть ссылочка на регистрацию волонтеров. Бойцы сервисных студенческих отрядов будут обеспечивать сервис. Также будут задействованы бойцы молодежных отрядов охраны правопорядка. Добро должно быть тихим и не на показ, так считают многие из скромных волонтеров. Потому история Ольги Жихарко, руководителя одного из отрядов «Добрых тердец», совсем неудивительна. Мы были в социальном приюте, мы были в детской больнице. Каникул у нас не было, мы и летом работали, и зимой в любую погоду работаем. И вот они так наснимали на целый репортаж, наверное, на два часа. Ребята из отряда «Рука в руке» вместе с подшефными им глухонимыми друзьями записали альтернативную версию гимна волонтерского движения «Доброе сердце». Это самое лучшее подтверждение тому, что нет границ ни возрастных, ни материальных, ни физических. Сердца всегда услышат и поймут друг друга на языке добра.